Удаление сероводорода из вина только усилило запах тухлых яиц. Химия 16 часов ровно 12 декабря. 2018 сложность 3,7 удаление сероводорода из вина только усилило запах тухлых яиц. Бронзовая голова сатиры из Национального музея Бордо. Австралийские ученые на примере модельного состава вина показали, что традиционные меры по удалению сероводорода из вина с помощью солей двухвалентной меди и консервации диоксидом серы приводят к БО. Льшему высвобождению зловонного газа с течением времени. Статья опубликована в Летучие серосодержащие соединения составляют важную часть вина, в определенных пропорциях они указывают на сорт вина и его происхождение. Специфичный аромат может перебить самый неприятный из этого класса веществ сероводород, H2S. Чаще всего он образуется в результате ферментативных реакций, а когда концентрация газа достигает порога восприятия его запаха, 1,1-1,6 микрограмм на литр, начинает ощущаться аромат тухлых яиц или сточных вод. На первых этапах производства напитка нежелательное вещество можно полностью убрать из смеси, но иногда, если вино простоит достаточно долго, все равно замечается характерный неприятный запах. Обычно от сероводорода избавляются методом аэрации или добавлением солей двухвалентной меди, чтобы в осадок выпадал нерастворимый сульфид, который отфильтровывают на следующей стадии очистки. В то же время, в этих условиях, в присутствии сероводорода, медь окисляет другие сероорганические вещества, которые содержатся в вине, с образованием органических полисульфидов. Ученые из Австралийского научно-исследовательского института Вина во главе с Марлис Бекер. Марлис Бекер. Состоин с сульфидом натрия. В течение полугода соединения исследовали на устойчивость в присутствии типичных консервантов, которые используют в производстве вина диоксида серы, аскорбиновой кислоты и катехина. Авторы предполагают, что эти вещества могут так же, как и соли меди, быть виновными в образовании сероводорода в анаэробных условиях. Ученые обнаружили, что полисульфиды, которые имели в своей структуре больше трех связанных атомов серы, сильнее распадались со временем. Вместе с этим повышалась и концентрация сероводорода. Трисульфид, в молекуле которого содержится три атома серы, оказался самым стабильным, 84% исходной концентрации сохранилось после шести месяцев наблюдений. Восвобождение сероводорода из органических полисульфидов через 1, 3, 6 дней, месяц, полгода. Синий вино без восстановителей, красный с добавлением аскорбиновой кислоты, зеленый диоксиды серы, СОУ-2, фиолетовый СОУ-2 и аскорбиновой кислоты, оранжевый СОУ-2 и катехина. Марлайз Беккер и другие, Слэш Джорналов Агрикултурал и Фуд Кемистрии. 2018 по делиции с проб, которые обрабатывали антиоксидантами, выделилось больше сероводорода, чем из необработанных. Все полисульфиды значительно разложились в присутствии диоксида серы, что согласуется с одним из предложенных механизмов расщепления связи двух атомов серы СС. В сероорганических соединениях. Эта работа доказывает гипотезу о природе появления сероводорода в таких системах, которую выдвинули авторы, однако они уверены, что для подтверждения протекания упомянутых процессов необходимо исследовать реальные вина. Запах вина может испортить не только винодел с баллоном диоксида серы, медным купоросом и добрыми намерениями, но и муха, попавшая в стакан. Ранее шведские исследователи изучили влияние попадания самок дрозофил на аромат вин и воды. Алина Кротова.